Проблемы организации производства композиционных материалов в России. 30 октября 2019 года. bmpd.livejournal.com Проблемы организации производства композиционных материалов в России, как сообщает татарстанский деловой ресурс-бизнес. Онлайн В материале Тимура Латыпова «Композитный ликбез» Росатам, Татарстан и Кай скинулись на ликвидацию кустарщины. Кни-Ту-Кай зашел в программы боевых беспилотников, индийских Ка-226 и перспективных авиадвигателей. Ожидается, что к 2025 году Россия должна выкарабкаться из дыры, которая образовалась в области производства и использования композитных материалов. Глубину провала, несмотря на оптимистичные в целом речи, обрисовали в минувшую пятницу на открытии тематической лаборатории Кни-Ту-Кай. Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева Казанский авиационный институт. Репликами о том, что достойные разработки в стране есть, но никто не знает, что с ними делать, и что Татарстану придется туго без новых материалов, проникался корреспондент «Бизнес» онлайн. Работа в специализированном центре компетенции технологии композитов, СЦК, Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева Казанского авиационного института, Кни-Ту-Кай, С. Пресс-служба Кни-Ту-Кай. Композитная вечерняя школа России занимает всего 0,5% мирового рынка композитов. Но как исправить ситуацию, кажется, знает ответственный за отрасль в Росатом. Во всяком случае в этом заверил вчера на открытии в Кни-Ту-Кай специализированного центра компетенции технологии композитов, СЦК, генеральный директор компании «Амейтекс», дочка газкорпорации, Александр Тюнин. По его словам, разрабатываемые сегодня программы позволят к 2025 году в 7 раз увеличить объемы на внутреннем рынке, а присутствие на мировом довести хотя бы до 2%. В этом и должен помочь СТЦ. Там будут на практике обучать полному циклу работы с композитами, включая труд на станках, у печей и проектирования. Главными клиентами видят сотрудников компаний, которые предполагают каким-либо образом работать с композиционными материалами или изделиями из них. В Казани этих людей должны будут натаскать от и до накачать исчерпывающими знаниями о композитах, научить их производству и конструированию из этих материалов, объяснил Тюнин корреспонденту «Бизнес онлайн». В полях таких специалистов, как выясняется, раздвои и обчелся, хотя о важности композитов трубят на каждом углу уже лет 20. Судя по словам проректора Книтукая Сергея Михайлова, необходимо разъяснять даже то, что из композитов нельзя проектировать так, как из металла. Впрочем, насколько можно было понять на пятничной презентации, такого рода безграмотности способствует и само российское законодательство, которое невольно препятствует внедрению новых материалов. Но Тюнин заверил, что правительство России уже выразило готовность оказать всяческую поддержку по снятию барьеров для внедрения композитов, например, в строительство и судостроение. Товар есть, а никто не знает, как его применять. Одновременно, как это ни парадоксально, российские композиционщики добились больших успехов. Генеральный директор компании AeroComposite, которая отвечает за профильную тематику в российском авиастроении, Анатолий Гайданский рассказал, что, когда американцы отказали в поставке материалов для лайнера MS-21, можно было переориентироваться на Японию и Китай, но Объединенная авиастроительная корпорация вполне оправданно решила развивать собственное производство. Для этого есть основания. По словам замгин-директора АМАТЕКС Семена Кишилова, сегодня российские материалы не хуже импортных, вот только проектировщики изделий из них зачастую не ориентируются в теме, а от российских разработок шарахаются. Когда АМАТЕКС предлагает свою продукцию, часто слышит в ответ, не знаем, ни разу не использовали, чего-то побаиваемся. АМАТЕКС Корреспондент Бизнес Онлайн Слышал версию, что отечественные материалы просто дороже из-за малых объемов производства. Товар есть, а никто не знает, что это такое и как его применять, поддержал Кишилова, комментируя ситуацию для бизнес Онлайн. Генеральный директор Татнефтехимин Вест Холдинга, НХЕХ, Рафинад Ерулин. Создание СЦК он приветствует. Товар новый, и для его внедрения необходима большая работа, и то, что открыли этот центр, просто молодцы. По его словам, даже при успехах собственно в материалах, то, что мы сейчас кустарно из них делаем, Боинг и Айрбас уже поставили на поток. Как рассказал Бизнес Онлайн Михайлов, создание СЦК обошлось примерно в 25 миллионах рублей, 12 из них Татарстана, 7 Амейтекс, остальное КНИТУ КАИ. Отметим, что ВУЗ один из российских композитных передовиков, тут действует Центр композитных технологий, инжиниринговый КАИ Композит, сегодня возле шестого здания КАИ строится вторая площадка, и лаборатория 3D-качества. По словам Михайлова, вузовские разработки хорошо оценивают на рынке. Есть конкретные заказы, от Уральского завода гражданской авиации, УЗГА, по теме военного беспилотного комплекса «Альтиус», от вертолетов России по вертолетам К-226Т для Индии, от НПО «Сатурн» по лопаткам для надежды российского авиационного двигателя строения ПД-14 и ПД-35. В планах переработка под новые материалы конструкции К-62. Заскочить в композитный вагон. Как подчеркнул Тюнин, в Татарстане формируется своего рода композитный куст. Во-первых, в 2015 году заработал завод «Алабуга» волокно, под контроль инросатому. Во-вторых, в 2020 в этой же ОС «Амейтекс» должен запустить предприятие по производству пан-прекурсора, сырье для производства углеродного волокна. Как утверждает Ярулин, продукция будет соответствовать японским образцам. В-третьих, СЦК. Добавим, что ряд предприятий Татарстана уже активно используют композитные технологии. Это ОКПИМ Симонова, изобравший у него тему вышеупомянутого Эльтиуса обособленный филиал УЗГА в Казани, фирмам Вены Капа Композит, дочка Айро Композита. Кстати, как рассказал в пятницу бизнес онлайн Гайданский, сегодня завод работает на проект МС-21 делает элементы крыла и механизации, а вскоре запустит программу по новой версии Суперджета. Планируется, что в 2022-2023 годах предприятия выйдет на полную загрузку. Это к тому, что Татарстану есть смысл поучаствовать в композитной гонке, ведь, по словам Тюнина, сегодня этот рынок только формируется и до 2024 года государство выделит на отрасль солидные деньги. Причем речь идет и о создании оборудования. Сегодня оно на 90% импортное и в его разработке могли бы поучаствовать. Например, позис с Тачмашем, у которых солидный опыт по созданию производственных линий. Наконец, по словам Ярулина, производство того же значимого для Татарстана полиэтилена неизбежно упадет. Его мощное производство запустили в Тобольске, огромный газохимический комплекс появится в Усть-Луге, заработает Таморский газоперерабатывающий завод. Чтобы работать дальше, нужны новые продукты, а значит, иные материалы, констатировал гендиректор ТНХИХ. По его словам, среди недавних решений Совета безопасности РТ обязательное развитие композитного направления. Право на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com Материал размещен правообладателем в открытом доступе.